4 февраля ежегодно отмечается День борьбы с онкологическими заболеваниями. Ежегодно День борьбы с онкологическими заболеваниями имеет свою тему. В 2016-2018 годах этот день отмечали под девизом «Мы можем, я могу», призывая осмыслить каждого, что он может внести свой вклад в борьбе с этой болезнью. В 2019-м и в наступившем 2020 году этот день будет проходить под девизом «Я есть и я буду». Рак – это общее обозначение более 100 заболеваний, поражающих любую часть тела. Характерным признаком является образование аномальных клеток, которые прорастают за пределы обычных границ. Данные изменения связаны с генетическими факторами и тремя типами внешних факторов. Физические канцерогены – это ультрафиолетовое ионизирующее излучение, химические канцерогены, табачный дым, афлотоксины, загрязнители пищевых продуктов, биологические канцерогены, бактерии, вирусы и паразиты. По данным онкологам, на сегодняшний день у мужчин чаще всего встречаются заболевания предстательной железы, легких бронхов, трахеи. У женщин это рак тела матки и рак молочной железы. Одинаково часто встречается рак кожи. Поэтому, начиная с 40 лет, необходимо не реже одного раз в год проходить минимальное обследование, которое в настоящее время входит в объем диспансеризации взрослого населения. Женщинам необходимо пройти цитологическое исследование в смотровом кабинете или у врача-гинеколога, пройти маммографию для исключения рака молочной железы. Мужчинам необходимо сдать онкомаркер на ПСА для исключения заболеваний предстательной железы. И мужчинам и женщинам необходимо пройти флюорографию легких для исключения заболеваний органов грудной клетки. Мужчинам и женщинам старше 65 лет необходимо сдать анализ кала на скрытую кровь для исключения заболеваний кишечника. Снижение смертности от онкологических заболеваний – это одна из приоритетных государственных задач. В настоящее время в Российской Федерации улучшилось активное выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях, поддающимся эффективному лечению. В нашей поликлинике граждане, прикрепленные на медицинское обслуживание, могут пройти обследование в рамках диспансеризации взрослого населения. Без предварительной записи могут пройти обследование в понедельник, среду и пятницу, сдать анализы крови с 8 до 10, с 9 до 10 флюорографию легких, с 10 до 11 электрокардиографию. Женщину мы можем записать на маммографию молочной железы в любое необходимое для нее время. При выявлении подозрения на какое-либо заболевание врач-терапевт может направить на углубленное обследование, в которое входит гастроскопия, колоноскопия, ультразвуковое исследование органов брюшной полости и УЗИ брахиоцефальных артерий. Хочу сказать, что важно узнать, что более 40% случаев возникновения рака можно предотвратить с помощью норм здорового образа жизни. Раннее выявление болезни дает высокий шанс на полное излечение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова